Этот раскуроченный забор из профнастила еще пару месяцев назад был целым и представлял собой неприступный редут для детей-экстремалов. Но какие-то лихие люди начали его выламывать. Это бандалы, видимо, да, разбирают его? Я не знаю. Сейчас прохожие как туалет сделали. Активистов беспокоит другое. Здесь постоянно ходят дети, и они могут серьезно пострадать. Дети играют тут постоянно. Провалится там, не выйдет он никогда. То, что люди сюда заходят, а скорее всего это даже и дети, видно по тропинке, которая протоптана глубоко в котлован. А сколько там арматуры и строительных материалов, не знает никто. Даже, наверное, строители, которые не появлялись здесь несколько лет. Стройку заморозили четыре года назад. Большую роль в этом сыграли местные жители, которые были против возведения гостиничного комплекса. Право свое они отстояли, но проблемы остались. Сейчас сваи вот, сваи торчат. Кто знает, где она торчит? А не под снегом? Сядет? Ну, под снегом. Сядет вот так. И все свое хозяйство, извините уж, но запросто может быть. Демонтаж или как минимум ремонт забора, по мнению людей, сможет свести к минимуму риск получения травм. Но вот кто это должен сделать? На балансе управляющей компанией объект не находится. Значит, вопрос к застройщику компании ЖИК-НК. Сегодня заместитель руководителя исполнительного комитета, который контролирует эти вопросы, связался с застройщиком, который заверил, что в самые кратчайшие сроки забор будет восстановлен. Какова дальнейшая судьба недостроенного здания, пока неизвестно. Александр Комаров, Рафаид Ракипов, Новости НТР.